Волшебные ароматы Еще в древние времена люди заметили, что разные запахи по-разному влияют на человека. В древнем Египте и в древней Индии благовониям уделяли особое внимание. Самые опытные землетельцы специально выращивали ароматные травы и цветы. Рецепты благовонных средств держали в строжайшей тайне, ведь многие из них применяли для специального настроя людей во время проведения религиозных обрядов и праздников в честь богов. Эти знания бережно хранили и передавали из поколения в поколение. В дальнейшем накопившиеся данные о взаимодействиях ароматов, о свойствах запаха, их влияние и воздействие на организм были выделены в целое научное направление ароматерапии. То есть терапия, лечение ароматами. Шли века, менялись взгляды медиков на различные заболевания и методы их лечения. Появлялись все новые инструменты и приборы. Медицина идет снова с развитием электронной техники. Но до сих пор ароматерапия с успехом используется в традиционной медицине. И сочинение запаха практически безвредно и доступно многим. А современные исследования выяснили и доказали, что ароматы воздействуют на активность различных структур мозга и помогают вырабатывать определенные вещества в организме. Вот многие замечали, что прогулки вдоль морской фронта взбадриваются и улучшают аппетит. Ну что это? Соленый запах моря? А на самом деле это запах морских водорослых мест. Ароматы кедра, лимона, пенхеля, апельсина, корицы и кампоры концентрируют внимание, улучшают память, дают водоросль, повышают настроение и работоспособность. А запах мяты, розы и жесмина откроет организм зародки, наполнит мысли легкостью и светом, то есть нормализует работу нервной системы. Недаром еще в Древней Индии будущим мамочкам рекомендовали гулять по цветущим садам. Аромат цветов благотворно влияет на состояние будущих ребенков. А вот герань, ромашка, ваниль, чайное дерево, ладан и сандал полезны при усталости и переутомлении. Давно замечено, что в сосновом вору хорошо дышится. Дело в том, что целебные свойства эфира в сосны создают особый микроклимат, благоприятно влияющий на дыхательную систему. Аромат белых ягод клубники улучшает настроение и вызывает прилип бодрости. За это отвечают более 50 веществ, входящих в ее состав. Некоторые дни пользуются маслом лаванды как успокаивающим средством, обезболивающим примедрение предпазма. В состав множества современных моющих средств тоже входит масло лаванды. Но очевидно, люди еще в древности заметили особые антисептические и гигиенические свойства этого растения. Ведь название растения происходит от матемского слова «лава». Многие люди начинают следить в чашечке кофе. Результаты исследований международной группы ученых доказали, что даже запах жаренных кофейных зерен достаточно, чтобы справиться со стрессом, вызванным недосыпанием. Просто этот аромат активизирует воспроизводство белков в организме. И совершенно уникальными свойствами обладают ароматы специи. Недаром подобранную смесь из специй называют «букетом ароматов». И поверьте, доставить правильную композицию ароматов ничуть не проще, чем сложить из нос красивые люди. И мы должны следить заёте молодцы. И мы продолжаем из combustible Доброта Встал вам на ногу слон Значит, хочет подружиться он Хочет научить вас Шевелить ушами На нос села оса Значит, хочет познакомиться И пощекотать, а Вовсе не ужалить Дерчки-мальчики Сладкие, как карамельки А на нем большие башмаки Это бар-бар-бар-барики Легкие, как мотыльки А в глазах горят фонарики А на нем большие башмаки Это бар-барики Бар-ба-бар-ба Дерчки-мальчики Сладкие, как карамельки А на небольшие башмаки Это бар-бар-бар-барики Легкие, как мотыльки А в глазах горят фонарики А на небольшие башмаки Это бар-барики К нам на праздник